Меняется Татьяна Брицкая, редактор отдела расследований «Новые газеты». Татьяна, доброе утро. Доброе утро, девушки. Мы с вами, как сильные женщины, встречаем. Это очень раннее утро праздничного для некоторых дня вместе. Будем говорить о менее сильных мужчинах, наверное. Мы будем говорить о разных мужчинах, я бы так сказала. Действительно, это традиционная рубрика с «Новой газетой» по пятницам. И чуть попозже мы покажем и обложку «Новой газеты», PDF-номер, который вышел сегодня, и ссылочка будет в описании. Мы говорим о публикации Татьяны, которая, собственно, называется «Таким можно доверить Россию». Речь идет о том, скорее, я бы даже сказала, о ком говорил Путин, когда рассказывал нам про новую элиту, которую они собираются формировать из ветеранов происходящего сейчас. Кто эти люди? Ну, это очень разные люди. Вообще, страшно любопытный посыл про эту самую новую элиту. Потому что то, что он прозвучал именно сейчас, то, что он прозвучал в послании к Федеральному собранию. Ира точно помнит, что мы не очень внимательно слушали это послание в «Новой газете», потому что в этот день задерживали нашего главного редактора, и это было для нас чуть-чуть важнее. Но, тем не менее, мы его послушали чуть позже и очень внимательно. И помимо всех этих рассуждений о том, как, в общем, хорошо нам будет жить, тяжело, но замечательно, мне кажется, это был один из самых важных теннисов о том, что действительно власть собирается формировать, и вообще какую-то смену элиты анонсировала не в среде, там, знаете, телеграм-дискуссии таких диванных, а вот с большой трибуны. Это, конечно, реверанс перед выборами в сторону как раз телеграм-патриотов и зет-патриотов, потому что они страшно раздражены, и они были не очень довольны и властью в последнее время тоже. Потому что мы с вами, по-моему, уже говорили о том, что для таких турбопатриотов власть недостаточно кровожадна. Происходящее в Украине недостаточно кроваво. Им нужно быстрее и победнее. Для них это всё долго. Они считают, что ветераны не получают должного уважения. Они достаточно справедливо зачастую говорят о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди, возвращающиеся, в том числе с родениями, с увечьями, когда они не могут получить документы, не могут получить лечение, например. Таких историй довольно много. И вот это раздражение, которое вливалось в раздражение верховной власти, оно, в общем, очень удачно перед выборами и покашено. Тем, что подождите, ребят, вот вы-то и будете теперь настоящей властью. Вы будете супер приближенными людьми. То есть это такое обещание, вброшенное такое, да? То есть это такая вот... Я думаю, что это очень сознательно вброшенный тезис, да, и который действительно очень точно попадает именно в ту лунку, которая, в общем, наверное, беспокоила технологов, в том числе, если эти выборы могут кого-то беспокоить из власти. Ну, а кроме того, это, конечно, еще технический вопрос, потому что ветераны, которые также возвращавшиеся и были не все, далеко не все лояльны, потому что кого-то сажали, как Стрелкова, из их кумиров. Кто-то, значит, погибал в вертолете над Тверской областью, тоже из кумиров. Кто-то оказывался неудел, кто-то оказывался в отставке из командования, да, например. Кто-то был снят с каких-то начальствующих постов, как Суровейкин. Это тоже копилось раздражение в этой ветеранской среде, но сейчас они точно, конечно, придут и проголосуют. Этого можно ожидать вместе с отчадами и домочадцами. И мы можем вспомнить, как военные пенсионеры, которые получали жилищные сертификаты, переезжали из гарнизонов в большие города, они там меняли лицо голосования просто в этих микрорайонах. Потому что если ты из Лакуртия или из Спутника переезжаешь в Шушары, то, в общем, это очень хороший лифт, как бы, наверх такой. Поэтому это вот отдельная история про то, мне кажется, зачем это все было сказано. А другая история про то, что, мне кажется, это было сказано искренне. То есть это не только технология, это еще какой-то искренний посыл власти. Потому что, ну, когда люди очень долго находятся во власти, я имею в виду представители исполнительной и законодательной всякой разной власти, особенно в России, они же ведь мигрируют из министерства в Думу, из Думы в Сенат, из Сената в госкорпорацию. Но они все примерно десятилетиями остаются там одни и те же лица. Я думаю, что это, в общем, становится раздражителем для власти тоже, потому что им все сложнее доверять. Ну, на каждого же что-то есть. Кто-то, в общем, не очень лоялен к происходящему сейчас. У кого-то дети на Майорке или на Маврикии, у кого-то еще что-то. Кто-то скрывает какие-то свои грехи, принимая репрессивные законы, запрещая что-нибудь несуществующее, например. И мы долгое время, да, такое было расхожее мнение, не очень, мне кажется, обоснованное, что чем более скомпрометированы эти люди, тем, в общем, они управляемее. С одной стороны, да. А с другой стороны, тем труднее им доверять и власти тоже, в том числе. Потому что человек десятки раз компрометированный, он, в общем, от него можно ждать такого-то нового предательства. И с годами, и со временем ты хочешь уже, чтобы было не по расчету, а по любви. Вот я думаю, что то, что сейчас анонсировано, это как раз попытка найти людей по любви, которые будут искренне любить верховную власть. Помимо всех этих чиновников, командующих, бизнеса и так далее, они вообще из другого теста сделаны. Это люди, у которых социальным лифтом стало СВО, и только она. Поэтому они никогда не перестанут быть ей лояльны. Они там нож в спину не воткнут. И это люди, которым власть протянула руку с самой высокой трибуны, вот со своего высокого трона, что называется. Мимо всех этих чиновников, депутатов, бизнесменов и тех, кто вызывает раздражение той самой ветеранской среды. Вот помимо их всех напрямую протянута рука. Я думаю, что это вызовет безусловную благодарность и будет оценено. Поэтому это тот случай, когда в период очень тяжелой турбулентности власть находит в себе вот тех самых по любви. Это, в общем, называется опричнино. Вот, кстати, сейчас секунду, а почему это называется опричнино? Я в этом тексте, который опубликован уже и на сайте «Новая газета», этим прямо этот текст заканчивается. Почему это опричнино? Ну, мы достаточно много, кстати говоря, за эти полтора года про опричнино пишем, потому что невозможно, ну, эта ассоциация не может не всплывать просто в голове. Когда мы говорили и о Пригожине, и о Вагнере, и о разных попытках создать вот эту, как бы, гвардию вооруженных людей, несистемную, так скажем, не замаранную связями, родственными какими-то отношениями и так далее, вот абсолютно из ниоткуда возникшую и суперпреданную тому, кто их собрал. Потому что, когда возникала опричнино, в общем, Россия Ивана Грозного тоже находилась в турбулентности. И эти люди отбирались исключительно по принципу личной преданности. Они могли быть ни с кем не связаны, ни откуда, да, то есть это не карьерные, как бы, не карьерные военные. Это люди, которые были преданы лично, которые не подчинялись никому, кроме царя, которые жили отдельно ото всех, тех, которые были, ну, опричья даже, да, кроме, то есть отделённые от всего остального, от всей остальной политической системы. И которые своим возвышением и своими абсолютно неограниченными полномочиями, потому что опричникам можно было всё, вот существует и изданно, кстати, был в советское время, дневник одного из опричников, очень своеобразный человек, он, по-моему, австрияк или немец по происхождению, в общем, какое-то такое у него североевропейское происхождение, и он оттуда поступил на службу по опричнину. И вёл очень скрупулёзно дневник, и рассказывал, чем они там занимались. Вот, дневник этот дошёл до нас и был издан. То есть человек просто фиксирует, где что было отнято, кто был изнасилован и так далее, и как вообще были устроены, значит, их взаимоотношения. Он страшно был доволен этой службой, и всё у них было хорошо, и всё, вот, как договорились, так и исполнял. Вот, поэтому это неограниченная абсолютно полномочия, исключённость из политической системы и системы сложившихся к тому времени законов, в обмен на полную абсолютную преданность. Вот, я думаю, что это ужасно похоже на то, что пытается сферобрать сейчас власть, которая, в общем, тоже ощущает, что какие-то процессы в стране происходят, и, в общем, не так всё стабильно. Вот так я осторожно скажу. Но тут ведь есть два риска с этими опричниками по любви. И, с одной стороны, они могут быть слишком уж по любви, они могут настолько возлюбить войну и политический курс Кремля, что... Как у Сорокина. Что, в общем-то, да. Когда, не знаю, Путин передумает, начнёт двигаться в другую сторону, все эти опричники скажут, «Бать, ты куда? Стоять! Нам вообще-то туда надо!» И второй вариант, что они, конечно, будут по любви, но недостаточного, скажем так, уровня интеллектуального, чтобы приносить какую-то пользу. Ну, как бы, мне кажется, бестолковых любящих опричников, которые сделают всё как надо, и так уже достаточно. А у нас сейчас все толковые пользы приносятся. Вот я и говорю, их уже достаточно, зачем ещё новых-то? Мне кажется, у нас просто нет такого ценза. У нас какой-то другой ценз всё-таки во власти. Иногда мне так кажется, не хочу обобщать. Нет, действительно, когда ты приближаешь себе людей и ставишь их вне закона, это, конечно, всегда риск. И, конечно, это может повернуться не в ту совершенно сторону, которая ожидается демиургом и автором идеи. Но, тем не менее, в общем, ход не новый и работающий, как правило. Ну, в общем, с Иваном Грозным опричники ничего плохого не сделали, помнится. Так что есть примеры. Окей, давайте вернёмся в наше время. Давайте разберёмся, как это будет. Ну, то есть мы сейчас говорим о людях, которые вернулись с фронта. Мы же не можем сказать, точнее, власть же не говорит, что вы сейчас вернулись и сразу же вот завтра-то вы мэр. Завтра-то, а вы губернатор, а вы депутат. Как это работает? Нет, ну, некоторые так стали, потому что, когда это было объявлено, особо ретивые товарищи из региональных исполнительных властей, они, в общем, тут же начали какие-то назначения. Вот в Самарской области кто-то уже назначен из ветеранов на там министерскую должность. В Приморском, если я не ошибаюсь, в Край, там Комбат. Да, там где-то назначили руководителя администрации, ну, руководителя администрации и сказали, когда вернётся, тогда он начнёт работать. Да, да, что приступит сразу вот оттуда, да. Он, значит, командир добровольческого батальона. Но тут, во-первых, любопытно понять, кто эти люди. Потому что, когда мы говорим о ветеранах, вернувшихся, ну, мы подразумеваем, что кто-то возвращается, ну, то есть заканчивает срок своей службы и возвращается. Это явно не про мобилизованных. Потому что про них сказано и не раз, что они вернутся, когда закончится всё. Может быть, тогда для них какой-то социальный лифт и будет обещан, но это не сейчас, не сегодня. А речь, конечно, о сегодняшнем дне. У кого у нас заканчиваются контракты? Заключались срочные контракты с членами добровольческих батальонов. Если помните, когда всё началось, каждый регион или почти каждый обязали сформировать свой добровольческий батальон, как бы помимо Минобороны. Экипировать, набрать, самостоятельно сделать. Вот как раз как в Примории этот батальон «Тигр», командир которого теперь вице-губернатор. Вот у них были срочные контракты. У контрактников, которые кадровые военные сейчас, да, они приходят и не могут заключить контракт не менее чем на полгода. Другой вопрос, что, как мы помним, по указу о частичной мобилизации, в период частичной мобилизации увольнение с воинской службы приостанавливается. Поэтому тут тоже как бы затруднительно. Если помните, у нас были дела военных, которых судили за отказ съехать в командировку. Их тоже не увольняли, хотя они просили и писали рапорта об увольнении. Их не увольняли именно потому, что действует указ о частичной мобилизации. Поэтому тут тоже всё очень непросто. Теоретически можно уволиться, но очень сложно. Остаются люди с тяжёлыми ранениями и инвалидизацией, которые в связи с этим увольняются в службу. Но тут мы не можем сказать, что их много или мало. Это будет разговор о потерях. Я не знаю, хочет ли власть признавать и называть это количество. Но и есть ещё люди, которые заключали контракт с Фактором. Вот те точно служили по полгода. Я имею в виду людей, которые пришли из мест лишения свободы. Я не готова сказать, что это будет основной корж, что прямо вот именно на них и ставка. Конечно, нет. Конечно, нет. Это будет такая размытая структура. Но, тем не менее, учитывая, что они помилованы, учитывая, что судимости с них сняты, учитывая, что этих людей снова приглашают в школу и встречаться с деточками, ну, в общем, каких-то барьеров юридических для того, чтобы прийти во власть, пройти этот сенс, для них, конечно, тоже нет. Ты спрашиваешь, какая будет процедура. Значит, процедура уже объявлена. Это будет, как было со школы губернаторов. Помните, как появились у нас такие киндеры такие, губернаторы, кругленькие, молоденькие, гладенькие, все в худи с капюшончиками. Кстати, про худи с капюшонами я тоже помню. Почему-то у меня тоже это отложилось. Почему-то все ходили в этих худи. Да, они все, что Чибис в Мурманске, что Цибульске в Архангельске, они все приезжали, они начинали, приезжали в регионы, которые устали от губернаторов, еще таких постсоветских, где была высокая степень недовольства, приезжали такие демократичные. Ну да, устали от тяжелого люкса, знаешь, от тяжелого такого вот. Да, тяжелый люкс, да, утомил. И вот тут пришли мальчики такие, casual, они ездили на самокатах, они занимались городской средой, до сих пор занимаются городской средой. Народ, в общем, тихонечко стал говорить, что у них есть какие-то другие проблемы, кроме скамеечек, городского освещения и так далее. Но тем не менее, эти люди, они откуда появились такие клонированные? Они же пришли из школы губернаторов. Вот этот самый вариант кадрового резерва, ты приходил, проходил какое-то экспресс-обучение, они там в школе губернаторов даже военную подготовку проходили, я помню, под какие-то танки они там бросались, ползали под ними. Там чего-то пока не было уже тогда. Вот по такому же принципу будет устроена программа, которая называется «Время героев». Она уже существует, уже сайт ее работает. И за первые сутки на сайт этого «Времени героев», где будут проходить такую предподготовку, перед назначением на какие-то должности и подготовиться к отбору на эти должности ветераны, вчерашние ветераны, за первые сутки 14 тысяч заявок. То есть супер востребовано. Да они сейчас все будут потихонечку поступать и обрабатываться. Потом будет произведен отбор, и вот самых подходящих начнут учить. Учить их начнут такие же чиновники, депутаты, в общем, люди из власти нынешней. Это любопытно, что новую элиту все-таки учит старая элита. Поэтому я думаю, что людей научат немножко быть более системными, более, может быть, договороспособными, менее резкими, не знаю. Ну а потом уже они обретут себя. Там такой широкий перечень президент назвал. Там и власть, и образование, и бог знает, что науки, по-моему, только нет. В общем, везде будут востребованы эти товары. Хотя в науке уже востребованы. Вот мы недавно видели назначение бывшего командующего Тихоокеанского, если не ошибаюсь, флотом, главой института в высшей школе экономики. Так что и в науке тоже, в общем, люди могут найти себя. Вот такой широкий кадровый призыв для ветеранов. И, понимаете, не очень хочется стебаться над этим. Потому что, с одной стороны, действительно, ты понимаешь, что люди, которые возвращаются, ну, они могут стать абсолютно потерянным поколением. Потому что далеко не все из них, в общем, как сказать, делали сами свой выбор, да, так или иначе. Вот они вернулись, увидев то, что они увидели. Их страна потребовала от них чего-то, заставила их куда-то идти, заставила их совершать какие-то несвойственные, может быть, им поступки. А потом, в общем, этой стране надо как-то долг перед ними закрывать. И только деньгами его, конечно, не закрыть. Другой вопрос, что хотелось бы видеть квалифицированную психологическую помощь, в первую очередь, этим людям. Ну, у нас как-то государство пока по-другому решается. Проще отправить их в школы к детям. Ну, не только в школы к детям. Но просто мы когда говорим, например, про экс-вагнеровцев, то действительно, вот в последнее время, это же колоссальное количество сюжетов, о них стали почему-то больше писать, мне кажется. Может быть, не их больше стало, а именно информация стала больше. Может быть, потому что пригожного уже нет, я не знаю. Но очень много каждый день мы видим в новостных сообщениях, в том числе вполне лояльных, так скажем, СМИ, о чудовищных преступлениях, которые совершают бывшие вагнеровцы, уже отсидевшие, из мест лишения свободы попавшие на СВО, недосидевшие свои огромные сроки, вернувшиеся и сделавшие то же самое. Человек душил нескольких женщин, вернулся и задушил еще одну. Человек кого-то насиловал, вернулся и изнасиловал еще одну. И все это ужасно жестокие действительные деяния, это люди, которые боятся своих односельчан. Мы, кстати, много об этом пишем, но текст начали писать, когда родственники Веры Пехтелевой нам в очередной раз написали. Помните девочка, которую очень долго убивал будущий участник СВО? И мы публиковали тогда приговор, и это, конечно, совершенно невыносимый текст. Вы об этом много в эфире говорили тоже. И нам написал родственник погибшей девушки, что наконец получил ответ из прокуратуры, что действительно убийца... Вячеслав Канюс его зовут. Канюс, да, Канюс. Убийца этот действительно из мест лишения свободы убыл на СВО, провел там полгода, был помилован, его контракт истек, закончился, и теперь он на свободе. Вот, он получил официально этому подтверждение. Ну и таких историй действительно много. Пресс-секретарь государства говорит, смыли кровью. Ну, окей. Да, прошу прощения, я очень быстро, вот у нас есть еще время, зачитаю несколько из них, чтобы мы просто довольно быстро... Вот про Канюсу мы сказали, значит, есть еще история с этим моралистом Абасовым, который там напал на девочек... Да, на детей, участниц детского танцевального конкурса, потому что ему не понравилась одежда танцующей 13-летней девушки. Я посмотрела фотографию, девочка была в блузке, с длинными рукавами, в длинной то ли юбке, то ли длинных штанах. Что ему конкретно не понравилось, уж не знаю. Там была юбка и подъезжа, даже шорта. И даже если бы она была в коротком платье, как мы понимаем, это никак совершенно не то, что его не оправдывает, а в принципе не ответ. Значит, вот чудовищная, конечно, вот эта история, которая меня просто поразила. Значит, Илья Канахин убил мужчину, нанеся ему 59 ударов ножом, размажил голову, значит, ножницы в грудь воткнул, ну там просто в глаза, гвозди и так далее. Получил 9 лет, 6 месяцев в колонии, вышел по УДО, значит, в 20-м году еще убил женщину не менее, там 79 ударов ножом, ножом был осужден на 16 лет, через 2 года получил помилование, отправился на фронт в составе ЧВК. Вернулся, избил до смерти женщину, сбросил в погреб, его задержали. Вот такой путь у человека. То есть его сначала за зверское убийство отпустили по УДО, потом за еще одно не менее зверское убийство его забрали на фронт, помиловали, и он еще раз убил. И это как бы абсолютно жуткая история. Там есть чудовищная история убийства женщины с 6-месячной дочерью, там речь идет о... Там муж и отец. Там муж и отец, да. То же самое ему дали 19 с половиной лет, через полсрока он оказался на СВО в Вагнере. Из того же поселка тоже ветеран, забил насмерть свою мать, до этого сидел за избиение человека, вышел по УДО, потом ему опять назначили строгого режима 11 лет, и снова в 23-м году Дворников появился в поселке и опять началось пьяно хвататься за нож. В общем, таких историй, правда, тут Таня права, они стали появляться, они стали больше писать, в основном региональные СМИ, когда вот у них это все сейчас происходит. Конечно... Ну вы же понимаете, из кого можно сформировать ту самую опричнину, которая будет бороться с оппозицией внутри страны. Вот, читая эти истории. Да, но тут я тоже хочу сделать сноску, и ты ее тоже делаешь в тексте, что мы не говорим о том, что именно эти люди будут новой элитой страны. Разумеется. Мы не говорим о том, что каждый, кто прошел конфликт военный, будет совершать преступление. И этого мы не говорим. Конечно, нет. Но, тем не менее, к сожалению, да, такие новости появляются. Еще про школу губернаторов и то, как, значит, это все происходит. Мне вот интересно, как вы думаете, это вопрос на обсуждение, мне, правда, всегда было интересно, но ведь управлять чем-либо или заниматься законотворческой деятельностью довольно сложная работа. Как этому можно учиться на быстрых курсах? Ты знаешь, я об этом думаю, когда смотрю на нынешних управленцев. Думаю, ребят, ну это же сложная работа, ну как же вы вот, собственно, так переоценили себя. Ну подождите, подождите, у нас же был полпред Халманских с Уралвагонзавода. Человек, который сказал, мы с мужиками подъедем и там отстаем нашу стабильность. Человек вот полпредом стал. И потом еще вошел в Совет директоров своего Уралвагонзавода. Сейчас он, правда, уже не полпред, а не член Совета директоров. Там какая-то была такая скоротечная карьера. Не знаю, чем он сейчас занимается. Но опыт такой был, и ничего. Можно вспомнить классику. В общем, все могут служить в очистке. Я вам, знаете, что расскажу? У нас не вошло в текст, потому что это случилось уже после того, как он вышел. Но родственник депутата Гурулева тоже стал бы не в царь. О, наш любимый депутат. Да, наш любимый депутат. У него есть родственники. В том числе у него троюродный, по-моему, брат есть. Он в Забайкале. Гурулев из Забайкале. И тот человек тоже. Он там был каким-то мелким руководителем одной из структур исполнительной власти. Он дважды судил за халатность и за взятки. И вот он, собственно, сидел. Вот он сейчас вышел на свободу за участие в СВО. Отсидел из шести лет несколько месяцев. Вот тоже, в общем, хороший человек. Тоже, наверное, в элиту пойдет. Ну, сразу видно, что у Гурулева хорошая связь здесь с нынешней элитой, и с будущей элитой. Вообще все будущее наше за Гурулевыми и многочисленными их родственниками. Про номер еще расскажешь? Про номер расскажу. И мы сейчас отпустим Таню, потому что, во-первых, спасибо ей большое. Во-вторых, сегодня не только 8 марта, но и день рождения у Тани Бритской. С днем рождения! Да, да, да. Как стало известно мне из источников, значит, сейчас Лиза что-то, какой-то звук хочет поставить. Да, какой-то хороший звук Лиза поставила. Вот, поздравляем, Татьяна Бритскую, редактор отдела расследования новой газеты. С днем рождения. Спасибо большое, что и в этот день тоже с самого утра Таня вышла к нам в эфир. Надо сказать, что Татьяну Бритскую наша аудитория и наши сотрудники страшно любят и передают кучу сердечек. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Вот, мы отпускаем Татьяну Бритскую праздновать день рождения. Спасибо, я вас тоже люблю.